48 молодых парней из рассвета ушли воевать. 26 человек домой так и не вернулись. У мемориала собрались ветераны, жители хутора, представители администрации города. Идея создания здесь аллеи памяти появилась давно. И вот долгожданное событие. Идея постановки здесь аллеи памяти или любого памятника была давным-давно. Потому что в каждом селе, в каждом населенном пункте, в каждом городе надо иметь такие памятники, которые бы воспитывали молодежь в будущем для уважения старших и хранить историческую память не только страны, каждого человека, каждого государства, каждого села. Раньше на этом месте был пустырь. В планах организовать парк, установить скамейки и спортивные тренажеры. Аллею памяти создавали сотрудники компании «Саудстрим Транспорт». Работы проводили два месяца. Специалисты разработали специальный план озеленения участка. Все растения, которые посажены на территории, будут расцветать именно ко дню победы. Продумывали все до мелочей и дизайнеры. Остановились на том, что будет долговечно, что будет отражать действительно символику памяти о великих этих годах, памяти о тех, кто ушел, кто не вернулся. Ветеран Великой Отечественной Иван Карабак попал на войну в 42-м году со всем юным мальчишкой. Ему не было еще и 16-ти. Военные шаги начинал в горячем ключе. Победу встретил под Ригой. Без слез Иван Степанович то время вспоминать не может. «Стреляли, кричали. Сколько радости было. Очень много. Ну, все равно. После победы еще некоторые остались там. Еще мы до 20-го мая стреляли». В завершении митинга к мемориалу возложили цветы. Аллея памяти в хуторе «Рассвет» напоминает всем о том, что никто не забыт, ничто не забыто.